Привет, привет всем! Сегодня захотелось мне поесть сэндвичей с рисом в норе. Корейские сэндвичи или как их там называют. Значит варю рис. Не солила, ничего не делала. Промывать я его тоже не буду. Вот на тихом огне у меня на двоечке варится рис. Вот пока до готовности буду его так томить на тихом огне. Далее накрываем. Готовится до готовности. Делаю я отдельно в тарелочке. Значит что я делаю? Солю соли. Ну примерно вот на эту порцию. На кончике чайной ложки. Это у меня столовая ложка. Соли добавлю. Чуть побольше. Ну наверное пол чайной ложки сахарного песочка. Можно даже чуть-чуть поменьше. А то будет сладко. Пол чайной ложки сахарного песочка добавлю. И на эту порцию у меня такой вот рисовый уксус. Добавлю я две столовые ложечки. Вот одна. И вторая. Вот так вот. Чтоб не кисло было. Можно соевый соус добавить. На эту порцию столовую ложку где-то. Я не буду добавлять. Все размешаю. Соль, сахар и уксус. В сам рис я добавила немножечко сливочного масла. Все. Как только рис будет готов, я вылью вот это месиво. Все перемешаю. И рис станет у меня клейкий, как на суше. Итак, друзья, рис наш готов. Вот посмотрите, какой он у меня. Какой консистенции получается. Можно делать роллы. А мы будем делать сэндвичи. Для цвета я немножечко добавила шафрана. И получился рис с легкой такой желтизной. Оттенок желтый. Видно, камера передает, не передает. Одним словом вкусный рис получается. Так, значит, будем делать у меня немножко подкопченой икры. Это соус икорный остался. Творожный сыр. Красная рыба. И добавлю, наверное, скорее всего, картошечки вареной. Рыба у меня копченая. Горбуша копченая. Вот, вспоминала. Горбуша копченая. Свежий огурчик нарезан. И немножечко зеленого лучка добавлю. Тарелочку для наших треугольничков. И нори. Нори листы. Нори. Вот такие вот у меня листики нори. Приступаем. У меня здесь три листика сразу. Режу одну сторону пополам. Вот так примерно. Вот, смотрите. Разрезали. Так, теперь будем делать начиночку. Одну сторону рис. Вот так вот примнем. Наш клейкий рис. Другую сторону. Можно и подкопчененького. Можно и вот такого творожного. Смешать. Сыра. Соуса. Вот так вот все размешаем. Много, конечно, добавил. Но ничего страшного. Кашу маслом не испортим. Вот так размажу на два листика. На две половиночки сразу. Сыра творожного сочнее будет. Далее добавлю рыбку красную. Рыбку. Вот так вот добавим рыбку. И огурчик. Свежий огурчик. Вот так вот, чтобы завернуть нам потом красиво. А на соус добавлю зелененького лука. Вот что-то я так захотела. Можно еще на рыбку пару картошек. Вот так вот видно, какой у нас ролл получился. Сейчас мы его будем заворачивать в сэндвич. Берем в сторону с рисом. Заворачиваем на соус. Немножечко примнем. Дальше на рыбку. Вот так вот выправим все. И огурчик сверху на все остальное. Надеюсь, будет очень вкусно. Посмотрите, что у нас получается. Какая красота. Я уже готовила, но начинки делаю разные. Поэтому что есть под рукой, то и заворачиваю. Суши тоже делаю, но это дольше возиться. Резать, крутить. А это очень быстро и вкусненько. Берем следующий листик. Значит, опять выкладываем рис на одну сторону. Еще немножечко. Вот так вот. Рис. Дальше соус. Он подкопченый. Очень подходит. Икра это копчененькая. Соус подходит к нашей рыбке копченой. Это холодного копчения у нас рыба. Горбуша. Вот так. И немножечко творожного соуса. Чуть никак. Вот так вот. Густовато. Все размажем. По нашей половинке. Вот так. Ничего страшного. Если зайдем на другой лист. Вкуснее, сочнее будет. Дальше выкладываем опять мы рыбку. Красную рыбку. Вот таким способом. Вот так вот. Вот так вот. И все-таки я добавлю и картошку. Почему-то мне так сегодня захотелось. Сытненький такой зелененький лучок. Аж слюнки текут. И огурец свеженький. Так. Вот так вот. Огурчик добавим. Вот так вот. И заворачиваем снова нашу начинку рисовую. Заворачиваем на соус. Немножко приминаем для красивого сэндвича. А дальше рис попал огурчик. На все остальное. Вот так. И прижмем. Все это прижимаем. Вот таким способом. Вот он. Какой красивый у нас сэндвич. Будем кусать вот так вот. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Готовьте быстро. Вкусно. Очень вкусно. Мне достаточно. Кто еще захочет, я им накручу. Все. Пока-пока. Всем приятного аппетита. Готовьте. До новых встреч.